итак делаем шейно-боротниковую зону сет 2 то есть да мы сделали вот так вот все размере разогрели нарисовали крылья ангела до перышки сделали канделябр еврейский вот такой да и сразу же руками возвращаешь назад и продолжаем обрабатывать ту же зону но чуть по-другому сначала растираем растираем ребрами ладоней энергично энергично при этом стараемся вот этого мышца трапециевидно как бы захватить снизу и так вверх провести переходим на локти локтями также это все энергично стираем опять же стараемся снизу вверх снизу вверх знаете как человеку приятно когда ему эту мышцу двигают назад потому что все время у нас тут напряжение все время она как бы заворачивается вперед а мы это таким образом расслабляем вы чувствуете расслабление вот именно здесь вот в этом когда вверх поднимаем да вот разогнали да и ну вот можно энергетику там сбросить просто с локтей до спины также снять ее через локти сбросить дело в том что у нас энергетические узлы они практически находятся на всех сочинениях на каждом пальчике на каждом суставе да и на локтях если они вот так вот острым концами торчат да то тут идет конкретно сброс энергии все все отрицательное что мы накопили набрали за жизнь да мы сбрасываем я сейчас не зря говорю про энергетические методики потому что все напряжения в шее ну может не все на 90 процентов как говорится идут от головы идут от стрессов идут от каких-то проблем не решенных идут от каких-то переживаний и все это ложится нам на шею вот сюда я это даже называю ну такой метафорой рюкзак кармы то есть как будто бы вот тут лямки некоторые музыка да он лежит и набиты всякими камнями жизненными кирпичами вот на этом все давит понимаете так что мы это освободили на физическом уровне и теперь освободили еще на энергетическом тоже в это все сбрасываете также можно еще чакры поочистить но это просто уже другое другая тема но мы продолжаем разговор с шеей до переходим конкретно к самим позвонкам швей надо и сбоку вот эти мышцы мы их отжимаем в бок от центра сверху вниз да вот так вот сверху вниз идем вот до сюда вплоть до уголков вот этих рящиков прошлись пару раз да тут же подогнали ладони снизу и целиком вот эту большую уже форму мышцы отводим от центра к периферии смотреть сколько на площадь движений раз-два-три могу еще четыре утопу сделать в следующий раз один раз два три следующий раз раз два и еще на захват один большой захват теперь с этой стороны прошли вот так вот да и вот видите я прошиваю старой шею захватить раз два три четыре все больше больше двигается к периферии раз два три раз два раз ну что я считаю сейчас раз два три четыре это я просто условно зоны такие обрабатываю да то есть можно конечно все монотонно делать но это скучно не интересно и в принципе это мало менее менее эффективно чем вот когда мы гоним по чуть-чуть поступать на кровь и лимфа сюда периферии далее вот мы это все закончили да теперь берем опять вот эти вот точки где ключицы заканчиваются да вот именно наши впадинки где начинаются вот эти вот мышцы плеча три пучка раз пучок два пучок и третий передний пучок разворачиваем руки в лапу леопарда и отжимаем в сторону эти мышцы вот косточки как бы их отделяем также проходимся вокруг лопаток возвращаемся и руки установим установлены вот в такой зажим между вот этими двумя пальцами у нас ложится мышца вот мы и зажимаем именно этими пальцами такую прищепку делаем видите это вот прищепка и как будто обжимаем да потом по очереди сначала одной рукой развели сторону а эту руку держим возле черепа до натягивая череп на себя а это рукой вибрацию потом эту рукой отвели вибрацию в принципе выросла можно вот в плавных в эту сторону в обратную сторону в эту сторону в обратную сторону в эту в обратную можно обоими руками некоторые даже удивлялись ой что с ним приборщик какой-то стоит как это как это делаешь вот покажи меня целиком я продемонстрирую как я это делаю да то есть просто так вот вибрация должна быть мелкодробная такая да давление мы оказываем параллельно в тело человека то есть я для этого чуть склоняюсь да видите мое предплечье вибрирует и вибрирую я за счет плеча движение плечом идет потому что если вы вот так вот будете делать у вас вибрация собственно не получится да то есть вот за счет плеча такая тряска вот тоже достаточно приятно должно быть человеку как вам такая вибрация потом двумя руками также делаете и заканчиваете на основании черепа почему видите я как бы оттянул назад выйти корпусом всем подался назад моими костяшками всеми вот этими всеми я установил руки прямо вокруг черепа поймал эти мышцы и мягко вернулся назад ну если вы делаете какие-нибудь сонные массажи или эротические дату что можно делать гораздо мягче ладони к касаясь пальчиками вот так а если мы вы применяем применяем такой спортивный массаж да или непосредственно такой энергетический заряжающий то мы делаем то же самое только грубее с этими костяшками можно прямо опять же перпендикулировать параллельно телом туда внедряясь вот так локтями да очень сильно промять вот эти вот мышцы пиццевидные при этом одновременно еще и шея поминается шея и мышцы но здесь движение важно делать от черепа туда вниз вниз видите потом костяшка смотрим на шею и вот такими еще движениями разминаем перпендикулярно эти мышцы до размяли у нас руки сами становятся в позу лапу леопарда так вращается вот в такие шестеренки это очень удобно движение проходится по вот этим мышцам и как бы я видите сделал условно тоже поделал на 1 2 3 4 зона да еще раз показываю раз посередине 2 3 наши 4 это же обратно в сторону 1 2 3 4 движение ведь у меня все идут оттуда сюда просто человеку приятнее можно что обратно в сторону дело да но гораздо эффективнее вот сюда проделали это движение и опять вернулись на череп растягиваем его на себя я если видите даже помогаю корпусом я качнулся сюда и качнулся назад даже вот просто на пяточках я стал то есть тоже делаем декомпрессию или в остеопатии называется тракция тракция позвоночника это вот растяжение вытяжение позвонков да кроме того вот тут мышцы разрешены они все заканчиваются сухожилиями но в принципе любая может заканчивается сухожилиями да и эти сухожилия они образуют вокруг черепа шлем сухожилийный шлем такой да часто у человека бывает зажатые вот эти мышцы спазмированные но вообще в данном случае все нормально и болезнь да здесь в данном случае человек здоровый у него ничего не болит приходит человек и жалуются то у него мигрени то голова болит недосып какой-то влияние погоды что-то еще это на самом деле вот этот сухожилийный шлем да про который говорю он стянут за счет того что эти мышцы постоянно напряжены они напряжены они стягивают вот этот шлем вокруг черепа а дело в том что кости у черепа они не совсем как бы закреплены жестко это нас вот в школе учили еще со время школы многие помнят что у ребенка кости черепа да они подвижны а потом они как бы срастаются намертво на самом деле нифига не намертво это тоже еще один миф остеопатами давно доказано что есть так называемая жидкость внутричерепная крайне сакральная медицина это называю этим занимается краниальная жидкость которая вот от копчика вдоль позвоночного столба в нервных вот в нервном вот этому трубе вот в этой да где находится весь позвоночный мозг переходит в черепной мозг и там как бы мозг наш он уже не в сухом помещении пространстве находится да он какой-то в некоторой жидкости находится и это жидкость она пульсирует поднимать вверх опускается вниз нормализует таким образом черепное давление достаточно но она достаточно редко пульсирует так с периодичностью примерно один-два раза в минуту то есть так нахлынула отпустила нахлынула отпустила этого движения достаточно буквально на несколько микрон чтобы нормализовать внутричерепное давление и поэтому вот эти кости черепа они сдвигаются тоже буквально на несколько микрон и если сухожирный шлем их стягивает не труд воздвижения и поэтому то и происходит давление внутричерепа поэтому происходит головные боли бессонница и так далее вот именно для этого мы и вот эти точки проходим и разжимаем китайской медицине очень любят эти точки но где смотрите как вот есть центр позвоночника да вот позвоночник входит в череп от центра мы отступаем по одному пальчику да и кладем все остальные пальчики свои и они как раз ровно анатомически так устроен человек что все у нас симметрично подходит друг другу видите подходит под эти точки берем их можно промять все целиком да можно промять по очереди вот я с мизинцев начинаю это та же самая техника шацу то себе винтился вывезти сюда вот за точку следующего винтикался вывеселся но тут я делал нажима рIS как мизинцами винтился вывеселся безымянными пальцами гинтел с conquistался средними пальцами колонча я винтил с их улицов указательные пальцами обвинтился вывеселся и по середине где входит такая как там есть позвонок в череп где-то сновлю палец и так вот вибрация саванна техника очень полезная про него где часто сбывает и после этого как бы отток обратно легкий отток лимфы обратно вот видите мы совмещаем уже с точечным массажем голову переходим на голову волосиную часть головы до проходим от косточки за ушами за ухом вот эти кучки не выпирают да вот их про мяли и опять же вниз вот отток такой сделали вниз собой стороны просто показываю сейчас да вы делаете собой стала симметрично потом прожимаем вот эти точки за ухом берем от виска четыре пальца устанавливаем или 3 3 пальца можно ставить и вот таким пульсирующим движением проходим вверх разворачиваем и вниз вот туда в подключичную зону это вот такой лимфодренажная такая техника но в том же здесь проходит и в узлы со всей голова не спускается вот сюда за уши перед ушами есть по скулам спускаются и по передней части мышц они спускаются вот туда в подключичную зону да и мы помогаем это лимфе вот так раз такими легкими вибрационными движениями туда спуститься сильно тут нажимать не надо просто помогаем вот туда спуститься промассировали голову легкими вращательными движениями и вот этот сухожимный шлем шлем да он имеет сочинение вот вдоль середины черепа да от него вот это середина мы отступаем примерно по сантиметру и с периодичностью два сантиметра друг от друга идет еще ряд точек вот отсюда так вот они идут мы большими пальцами вот уже можно сильно достаточно нажимаем и техникой шрацу проминаем их да да это иногда бывает болезненно некоторым наоборот нравится до основания черепа когда вы будете так проходить вы почувствуете что то есть специально такие ямки ложбинки вы прям будете как бы случайно попадать пальцами а на самом деле это вот все закономерно все природы заранее для нас для человека продумано и доходим до вот этого места до чего вспоминаем и можно дальше уйти вот уже на массаж шеи и заканчиваем движение по позвоночному столбу вниз значит как мы заканчиваем здесь часто бывает 7 8 позвонок ротированы влево или вправо да поэтому их берем и жестко друг на другу вот окна вставляем так пытаемся повернуть почему пытаемся потому что через силу ни в коем случае делать не надо да если он не идет то мы не перенапрягаемся лучше враг хороший данном случае и дальше по одному позвонку вот так вот любовно обводим обходим где-то зажима до в сторону разводим по очереди медленно спускаемся идем к самому крестцу доходим до крестца установили пальчики на тыс ложбинки да и опять же так протрясли если крестец назад вернулись принципе этого достаточно я иногда делаю дополнительный массаж ушей или там еще некоторые точки нажимаю ну вот этого достаточно для того чтобы вы вернулись обратно по телу пациента и как бы сбросили энергетику в дальнейшем для заканчивания вот это зоны которые в данном случае мы сегодня рассматриваем от головы до ягодицы да вот она мне называется спина по сути потому что даже когда мы проходят многие спрашивают а почему ты делаешь голову я же голову не заказывал делать да а потому что когда мы прожимаем вот эти вот точки до верху то мне при некоторых говорят о а у меня шея расслабилась вот эти мышцы расслабились понимаете то есть это все зависимо это как продолжение позвоночника вот эти точки акупунктурные они идут вот везде вот тут вот тут вот тут вот тут практически от лобной части да и до копчика до копчика идут эти акупунктурные точки которые отвечают за иннервацию во все наши внутренние органы понимаете таким образом мы стимулируем не только спину стимулируем практически весь организм целиком за счет этой обработки спины ну вот давайте этот мини урок закончим на этой части да потому что в дальнейшем в следующем уроке мы перейдем к финальной части растрясание самого позвоночника и к мануальному воздействию непосредственно на позвонок будем тракт сидел своим позвоночником